В ту зиму 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 Мама ему потом всю голову скушает В общем, в тот день мы все на Димку немного подобились и разбрелись Я пошла в гости к своему юноше Благо жили в 15 минутах ходьбы друг от друга Чтобы, как всегда, бюджетно провести вечер за просмотром фильмов на видеомагнитофоне и робкими поцелуями, а потом часа в три ночи идти домой одной. Потому что мама любимого считала, что после трех ночи это уже ночевать, а приличные девушки у юноши не ночуют, а провожать меня зимой в ночи она его не отпускала. Мало ли. Я была молода, прелестно и наивна. Очень хотела замуж за любимого, поэтому матушка его не перечила, а старательно поддерживала статус приличной девицы и дорогого положением дел не заморачивала. То есть имеем то, что имеем. Четвертый час утра. Я иду от благоверного в сторону дома по ночному морозу. А идти мне нужно было как раз таки мимо дома мажорного негодяя Димки. Мажорного негодяя Димку я встретила у его подъезда, сидящего на лавочке с ногами. Он сидел и курил у подъезда в 4 часа утра зимой в футболочке и импортных тренировочных штанцах. Я просто не могла пройти мимо и не поинтересоваться, а что это он тут делает. Димка безумно мне обрадовался. Сказал, что увидел меня с балкона, вышел встретить и пригласить на чашку чая. Мне, конечно, было 17 и жизненным опытом я умудрена не была. Но все Димкино объяснение показалось мне не более, чем придуманное на ходу отмазкой. Ну не выбегают в 4 часа утра зимой в носках на улицу зазывать девушек на чай. И тем более, что окна его квартиры не выходят на сторону подъезда. Предложение я приняла. Мы поднялись на лифте на его 8 этаж. Дверь его квартира была не заперта. Не открыта нараспашку, а просто не заперта и чуть приоткрыта. И Димка как-то не торопился туда заходить, а лепетал что-то про дамы вперед и «ты заходи, а я сейчас». Я уж грешным делом начала думать про ограбление. Наконец-то разглядела, что Димка чем-то сильно напуган. И на улице он проторчал в носочках и футболке явно дольше, чем говорил мне. В квартиру я заходить не стала, а потребовала сию минуту мне, стоя на этой лестничной клетке, все объяснить. Далее, со слов Димки, недословно, разумеется. Мамка мне перед отъездом борщ сварила целую кастрюлю. Вот я и решил поесть. Разогрел его прямо в кастрюле, поел. Вся кастрюля, естественно, не влезла. А в холодильник ее горячую не поставишь. Поставил ее на подоконник на кухне, чтобы остыло быстрее. А сам ушел в Сегу играть в другую комнату. Сижу, играю и как-то чувствую холодно. Прямо дует откуда-то, как будто окно открыто. Пошел проверять, мало ли где открылось. Хотя прекрасно понимаю, что не лето. Окна все заперты. Иду на кухню, а тут нужно немного объяснить про планировку квартиры. На кухню ввел коридор буквой Г. Кухня находилась на конце длинной палочки. На стыке палочек была входная дверь в квартиру. А шел Димка по короткой палочке. В общем, поворачиваю по коридору на кухню. Включаю там свет. И вижу, что на кухне открыта форточка. А из нее по пояс в квартиру влезла старуха. И руками жрет борщ из кастрюли на подоконнике. Я, естественно, испугался. Выбежал из квартиры, в чем был. Даже дверь не запер. Посидел у подъезда минут десять. И тут уже ты подошла. И несмотря на то, что бабка, жрущая руками борщ, торчащая в форточке, это скорее смешно, чем страшно. В тот момент мне стало не то, чтобы страшновато, а просто жутко. Перепуганный, дрожащий, то ли от холода, то ли от страха Димка. Это история при открытой двери. Но деваться было некуда. Димку я бросить не могла. Он подмерз уже окончательно. И мы осторожно, чуть ли не за ручку, вошли в квартиру. В квартире горел свет на кухне и в гостиной. Пока я разувалась, Димка стоял около меня, даже не глядя в сторону кухни. Мы прошли на кухню и просто выпали. Я не знаю, о чем думал в тот момент Димка, но я думала, конец Димке. Кухня была в борще. Вся. Стены, потолок, кухонный уголок. Как будто этот борщ по ней горстями разбрасывали. И все это по отутюженному, недавно сделанному ремонту. Форточка была открыта. Перед ней стояла пустая кастрюля. Никакой старухи, разумеется, не было. Домой я тогда не пошла. Было просто страшно идти одной. Помогала Димке отмывать кухню и выспрашивала подробности. И мы выяснили один забавный момент. Димка поставил кастрюлю на подоконник прямо перед форточкой. А форточка у него не маленькое окошечко вверху большого окна, а длинная секция от верхней рамы до нижней. И открывается она в квартиру. То есть, если бы кто-то ее открыл, то непременно спихнул бы кастрюлю с подоконника на пол. И разумеется, снаружи форточку открыть просто невозможно. А если представить, что зимой она была не заперта, то невозможно открыть, не уронив кастрюлю. А звона падающей кастрюли Димка не слышал точно. Вот так. Что это было, я не знаю. Мистификация со стороны Димки? Возможно. Но я не могу поверить, что Дима, зная свою матушку, вот так вот просто, чтобы произвести на меня впечатление, взял и залил весь мамин новый ремонт борщом. Согласитесь, не лучший способ произвести на даму впечатление. Да и откуда ему было знать, что я пойду именно в это время домой? Никто ему не докладывал, где я проведу этот вечер и во сколько я его закончу. Можно заподозрить обоих юношей в сговоре и розыгрыше. Но кухня, загаженная от и до при такой-то матушке, или сквозняк распахнул незапертую форточку, кастрюля упала, забрызгав все борщом. Ну вот так вот феерично упала. И в то же время Димка вдруг решил зимой, ночью, в носках и домашней одежде покурить у подъезда? Да и если представить, что это розыгрыш друзей, которые решили наказать Димку за отказ в апартаментах, то каким образом, на каких таких тросиках и какую бабку они спустили с крыши 16-этажного дома до 8-го этажа? Или если отбросить скептицизм и добавить немного мистики, то что же это за нечисть такая, доброща охочая? Дом новый, построенный лет пять как, не на индейском кладбище. Димкина семья – первые владельцы. Да и время – не пятница и не тринадцатая, не святки. Февраль месяц, ночь, суббота на воскресенье, число точно не вспомню. Но до 14 февраля Дня влюбленных оставалась неделя, или около того, потому что планировалась закупка валентинок. В общем, я так и не смогла найти объяснение, произошедшему в ту ночь. Возможно, кто-то из вас, уделивших внимание моей истории, сможет ее объяснить. Или хотя бы предположить, что же это было. Друзья, если вам понравилась страшилка, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Мне будет очень приятно. Спасибо. Спасибо.